Давайте поприветствуем дружно голос нашей прекрасной гости. Это Анастасия Сарапулова, врач-ревматолог Центра клинической ревматологии Новой больницы, кандидат медицинских наук. Анастасия Викторовна, доброе утро. Доброе утро. Анастасия Викторовна, мы рады вас слышать. Спасибо, что с утра пораньше вы присоединились к нам. Хотя врачу, наверное, привычно с утра пораньше просыпаться. В каком настроении и состоянии вы сегодня? В хорошем, в рабочем, я бы так сказала, потому что я уже нахожусь на рабочем месте. Приехала специально чуть-чуть пораньше, чтобы меня ничего не отвлекало от разговора с вами. А через 20 минут у меня начинается уже мой плановый прием. Тогда не будем тянуть. 20 минут законные наши, хотим забрать их целиком полностью. Анастасия Викторовна, вот вы как врач, как человек с высшим медицинским образованием, вы точно должны знать и помогите нам разобраться. Что же такое плацебо? Давайте начнем немножко, чуть-чуть буквально с истории. Если переводить плацебо, то это означает я нравлюсь. И по сути дела плацебо это пустышка. Ну вот если совсем по-простому объяснять, это тот метод терапии или то лекарство, которое на самом деле не имеет никакого действующего вещества, но оно тем не менее может оказывать эффект. И эффект плацебо, если переводить, это эффект пустышки. Хотя в настоящее время есть несколько более широкое понятие. То есть это эффект, который связан с ожиданиями. Причем ожиданиями не только пациента от того, что ему станет лучше, но и с ожиданиями врача, который данная лекарство тоже назначает. Есть противоположность эффекту плацебо, есть эффект ноцебо, противоположный. Это, наоборот, негативное ожидание от приема препарата, либо от какой-то медицинской процедуры. Хотя это тоже пустышка, по сути дела. То есть вот такой эффект плацебо, эффект пустышки, эффект ожидания, по сути дела, от терапии. Анастасия Викторовна, но ведь действительно ли, поправьте меня, если я ошибаюсь, некоторые врачи, специалисты, медики, они пользуются эффектом плацебо? Конечно, конечно. Даже готовясь к эфиру, я немножечко выглянула в литературу, чтобы увидеть конкретные цифры, потому что, безусловно, мы на практике этим пользуемся. И конкретные цифры сейчас могу привести. Есть данные довольно больших исследований, в одном из которых, ну, примерные цифры, да, они отличаются, но плюс-минус везде одинаково, что эффект плацебо может составлять до 50 примерно процентов от работы каждого лекарственного препарата, если об этом говорить. То есть примерно даже до половины эффекта может быть связано с эффектом ожиданий. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Например, у антибиотиков, естественно, эффект будет меньше, но самое потрясающее, что он тоже есть. А, например, у препаратов обезболивающих, предположим, или антидепрессантов, он будет, может быть, даже выше, чем 50%. А если говорить про то, пользуются ли этим врачи, то здесь примерно такая же цифра. Около 50% врачей в среднем используются постоянно, на более или менее постоянной основе, включать плацебо. А вот наш слушатель, плюс 7,90, 90, три двойки, три пятерки, спрашивает, а можно ли гомеопатию назвать плацебо? Вот в большинстве работ пишут, что да, гомеопатия – это как раз такой вариант плацебо. Ага. А еще другой слушатель пишет, Кашпировский эффект там плацебо делал операции по обезболивающим прямо на расстоянии. Слушайте, а мне вот еще, знаете, какой вопрос интересует? Тут есть статья, пишут, что типа, если твоя вот эта вот таблеточка плацебо стоит баснословных сумм денег, то срабатывает какой-то механизм в голове, типа, ну это же дорогое лекарство, стопудово сработает. Есть такая? Он будет работать лучше, да. Да? Да, действительно, есть зависимость, причем это зависит не только от действительно стоимости препарата, есть зависимость, чем дороже препарат, тем, как правило, эффект будет выражен сильнее. Есть зависимость, например, от возраста пациентов в среднем. Чем моложе пациенты, тем больше будет выражен эффект плацебо. И зависит, например, от соотношения мужчин-женщин. У женщин эффект плацебо также выражен сильнее, чем у мужчин. Анастасия Викторовна, ну, объясните нам, а с чем это связано? Что это за механизм такой в нашем организме, который вот так срабатывает на лекарство? Ведь лекарства, по сути, нет, а болячка проходит. Ну, здесь нужно понимать, что наши жалобы, они ведь могут иметь абсолютно разное происхождение. Да, и, например, если мы говорим про ту же самую боль, которая возникает вследствие какого-либо заболевания, в любом случае вся информация, любое восприятие боли будет обрабатываться в головном мозге, в центральной нервной системе. А в центральной нервной системе у нас есть в том числе и центр восприятия не только боли, но еще и эмоций. И мы точно абсолютно знаем, что наши эмоции и могут влиять на восприятие болевых ощущений. Потому что вот есть определенные нейронные взаимосвязи, которые могут изменяться в тот момент, когда человек ожидает хорошего, условно говоря, или плохого. И это влияет на центры восприятия боли. Вот там есть такие центры восприятия, центры подавления боли, нолсуцепция, антинолсуцепция. И, соответственно, это проявляется у пациента, например, обезболивающим эффектом. То же самое и с другими эффектами, там, те же самые тошнота или рвота, например, пациент когда испытывает. Это тоже в конечном итоге замыкается все в центральной нервной системе. Соответственно, препараты вот влияют через этот механизм, конечно. Так это же получается какая-то ложь во благо, да? Когда врач говорит пациенту, типа, у вас все хорошо, вообще вы идете на поправку. По факту, по документам, по анализам никакой поправки он не идет. Но из-за того, что врач ему сказал, что все позитивно, пациент идет на поправку. Типа такая штука, что ли? Ну, это ведь очень сложный этический вопрос еще. То есть применение плацебо – это достаточно сложный медицинский вопрос именно с точки зрения этики. Есть, например, область, где плацебо нам точно будет нужный эффект плацебо. Это проведение исследований. В настоящее время они вот в основном исследованы на препараты, называются рандомизированные клинические испытания. То есть условно берут две группы пациентов, то есть вернее одну группу пациентов, ее делят случайным образом. Она имеет примерно одинаковые характеристики. Одной группе пациентов дают настоящий препарат, а другой группе дают плацебо. И через какое-то время оценивают разницу в их эффекте. Потому что у них у обеих групп будет эффект плацебо, какой-то, да, эффект ожидания в любом случае. Но вот эта вот разница, чем будет отличаться группа с настоящим лекарством, группа, которая получила плацебо, это и будет тот чистый эффект препарат, который исследуется. Вот эта область, это та область, которая, ну, она не оспаривается. Сейчас это та область, в которой эффект плацебо действительно нам нужен, важен, полезен, и он, конечно, используется. Вот. А если говорить именно о реальной клинической практике, да, как вы сказали, вот приходит пациент, вроде бы у него уже все должно быть хорошо, а жалобы все равно есть, и доктор думает, ну, давай я уж тебе назначу какой-то безвредный препарат, так скажем, да, плацебо в данной ситуации, вот, и вроде бы пациенту становится легче. Здесь очень сложный момент, потому что нужно назначить такой препарат, который действительно не принесет побочных эффектов ведь еще, потому что он может не действовать на то. А плацебо может принести какие-то побочные эффекты? Любой препарат, любой препарат может принести побочные эффекты. Вот. Кроме того, мы должны понимать, что у нас лекарственных препаратов, которые содержали бы, ну, условно говоря, там сахар или соль, а вот эти вот пустышки, которые, например, применяются в исследовании, это, по сути дела, препараты, содержащие там соль, сахар, ну, то есть какие-то абсолютно недействующие вещества. А вот еще наш слушатель пишет, единственное, не стоит путать, если у вас есть инфекционное забоевание, связанное с любыми органами внутренними, то никакой плацебо вам не поможет, потому что чем дальше вы будете тянуть, тем ближе к гробовой доске. Я абсолютно соглашусь со слушателем. Я могу сказать, что то же самое будет относиться и к онкологическим заболеваниям, и к заболеваниям, которыми мы занимаемся, мы ревматологи, аутоиммунным заболеваниям. Безусловно, то есть в таких ситуациях, конечно, эффект плацебо, ну, он не используется. Вот. Хотя, повторюсь к тому, что я сказала несколько минут назад, сама потрясающе, что даже у антибиотиков есть небольшой процент эффекта плацебо. Обалдеть. Слушайте, а имеет значение для пациента, насколько серьезно ему вот это самое лекарство предоставляют? Я вот думаю, ну, то есть, как бы выпить пилюльку или таблеточку выпить, это же как бы, ну, один поступок. А вот, например, к уколам у нас уже более серьезные отношения. Вот если плацебо преподносить в форме укола, будет мощнее эффект этого плацебо? Будет, будет. Это абсолютно точно показано. То есть, самый мощный эффект плацебо у препаратов для внутривенного введения. Особенно, если они вводятся внутривенно капельно, вот эти вот наши любимые капельницы прокапать, это вот самый максимальный эффект плацебо. А еще я слышал, что самый максимальный, самый-самый максимальный, это когда тебе делают операцию по нарожку. Ну, такие есть исследования, да, хотя их очень немного, потому что, ну, провести операцию по нарожку достаточно сложно. Да, это не очень этично, и сейчас, ну, практически не проводится, конечно. Анастасия Викторовна, вот такой вопрос. А врачи признаются своим пациентам, что они сейчас будут делать укол по нарожку, таблетку будут давать, плацебо, или все-таки здесь некая секретность остается, чтобы, ну, что называется, не программировать сознание человека? Я думаю, что здесь немножко другая ситуация. То есть врач вводит именно сознательно плацебо, пожалуй, только с одной целью. Я имею в виду вот именно реальную практику, там мы сейчас не говорим про исследование. Когда, например, приходит пациент, и мы хотим доказать, что, например, его жалобы, они являются абсолютно четко, ну, как мы говорим, психогенными, да, что он абсолютно ничем не болен, и мы ему хотим это доказать. Вот в этом случае, например, да, мы можем, условно говоря, прокапать пациенту физраствором, да, он сказал, что у него стало лучше, а мы сказали, так это был физраствор, то есть вот мы как бы доказали. Но это единичный случай. А вот в практике в широкой, мне кажется, что все-таки врачи, которые тоже, ведь есть препараты, здесь нужно отличать плацебо, есть, например, препараты с не очень показанным действием, ну, вот так, если грубо говорить, да, которые, в общем-то, в определенных ситуациях можно тоже считать плацебо, да, потому что их действие не было четко показано, четко определено. Вот, и когда врач его назначает, он, в общем-то, тоже сам, наверное, надеется на какой-то эффект, ведь я повторюсь, что эффект плацебо, или, как его сейчас называют более широко, это контекстный эффект, это эффект ожидания не только со стороны пациента, но и со стороны врача в том числе. Если доктор сам думает, что препарат может помочь, и в это транслирует вот эту свою убежденность пациенту, то в конечном итоге у пациента больше шансов, что ему станет легче. Ну, хотелось бы, знаете, вот такой итог какой-то подвести, попробовать, по крайней мере, какие есть, ну, явные преимущества у плацебо, и какие есть явные недостатки. Сможем ли мы вот какой-то, не знаю, топ-3, например, собрать плюсов и топ-3 минусов? Наверное, с минусов будет проще назвать. Давайте, давайте. Ну, самый большой минус – это, конечно, то, что можно запустить реально существующее заболевание. Вот это вот самый большой минус, потому что, действительно, если поставить верный диагноз или если, ну, скажем так, тяжести состояния не очень адекватно оценить, то здесь просто мы можем нанести зло пациенту, а у нас все-таки основной принцип – это не навредить в медицине. Вот это, наверное, самый большой минус. А вот что касается плюсов, плюс, ну, наверное, так-то же сложно сказать, да, про исследование мы с вами проговорили, когда его можно использовать. Да, во-первых, используется в клинических исследованиях, мы это обсудили. Да, это самый такой билет. Да, может ли плацебо облегчить течение болезни, например, то есть с основными лекарствами, с основными препаратами, скажем, если вот человеку… Мы можем, да, 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 вот тоже об этом подумала, что мы можем, конечно, назначить препарат-то внешне. То есть, условно говоря, вот такую ситуацию смоделируя, что пациент принимает уже какой-то препарат, ну, например, прошло немного времени или его действие пока еще не развернулось, а пациент нас, так скажем, хочет, чтобы это было все побыстрее, мы можем в данной ситуации назначить второй препарат, например, который, по сути дела, является плацебо, но мы скажем, что он будет работать, они вдвоем будут работать лучше, здесь мы получим более выраженное улучшение состояния. В данной ситуации, наверное, да, это можно использовать как вспомогательную терапию. Ну, собственно говоря, мне кажется, гомеопатия на этом и живет. А вот с этим плацебо, это вот только наш мозг так сложно устроенный на него реагирует, или плацебо можно и четвероногих кого-нибудь вылечить? Вот вы знаете, вопрос очень интересный, я, если честно, не сталкивалась с такими данными, но мне кажется, что четвероногие вряд ли все-таки вот как раз способность воспринимать информацию, ее обрабатывать, анализировать и убеждать себя, она присуща человеку. Слушайте, а что-то серьезное все-таки когда-нибудь вылечили, нет? Вот хоть одну онкологию вылечили плацебо? Если это реально онкологическое заболевание, вы понимаете, ведь есть всегда, всегда какой-то процент так называемых спонтанных ремиссий. То есть вот те чудесные случаи излечения, да, когда все было плохо-плохо-плохо-плохо, а потом вдруг раз и стало хорошо. И вот это люди могут присписывать, например, эффекту какой-нибудь пустышки плацебо. Но это вот тот небольшой процент, да, который всегда бывает, когда человек излечивается, ну, он почему-то излечивается. В онкологии такое бывает, да, при некоторых, наверное, заболеваниях, пусть меня онкологи поправят. При наших заболеваниях, при ревматологических это бывает, действительно, когда пациенты могут спонтанно излечиться от какого-либо заболевания. Но это очень редкая история. Ну, слушайте, я вот весь наш полилог как-то вот послушал и резюмирую, что плацебо – это синоним веры. Вот как мне так все дело кажется. Убеждение, да, давайте так. Убеждение. Вера, она все-таки как бы тая, в общем-то, да, верить можно в то, что ты не видишь и не ощущаешь. А убеждение – это вот она конкретная таблетка, вот у нее есть, например, инструкция, которая говорит, что вот здесь то-то, то-то, то-то будет хорошо. Вот. И действительно мозг сам себя убеждает в определенном смысле. Так же точно, как, например, работает, вот есть метод психотерапии, когнитивно-поведенческая терапия, да, используется, например, при депрессиях, да, когда человек, по сути дела, пытается, как бы, встать на рельсы, что у него все хорошо, да, и, например, тело идет замоком. Болевые синдромы, они уменьшаются на фоне вот такой вот терапии. Здесь, ну, какой-то сходный эффект. А если убеждение, простите, я просто продолжу ту самую тему, если это плацебо – это все-таки эффект убеждения, значит, получается, что дети реагируют на плацебо поярче и поэффективнее, чем взрослый человек с критическим мышлением? В определенных ситуациях, я думаю, что да. Ну, то есть, если у ребенка болит голова, его поцелует мама, и он быстрее, что называется, от головной боли избавится. Да, просто с детьми это более опасно, я бы сказала, да, и с детьми нужно плацебо применять именно очень аккуратно, точно в тех случаях, когда нет никакой абсолютно опасности и даже подозрения на нее. Слушайте, а вот мы такие существа сложные, я имею в виду человечки, живущие на планете Земля, а у нас сложное устройство головного мозга, и, в общем-то, вся эта кора работает нам иногда во благо, иногда не очень. Но а нам действительно обязательно именно таблетку попробовать, именно укол поставить? Или, например, можно обратиться, что называется, за помощью какому-то психотерапевту, который тебя сможет убедить, что у тебя вот это не болит, или болит не так сильно, или все-таки нужно физически что-то вот съесть, проглотить, уколоть? Нет, не обязательно, вы абсолютно правы. Действительно, это может быть обращение к специалистам, и у нас есть даже группа заболеваний таких, это вот, повторюсь, хронические болевые синдромы, где хорошо работает именно психотерапия. Более того, я могу сказать, что здесь может помогать даже, например, лечебная физкультура, хотя ее нельзя назвать плацебо, да, в данной ситуации. Все-таки это точная методика, которая воздействует, но тоже будет воздействовать в определенной степени через бухприятие и ощущения. Спасибо. Ну, Тош, классный получился разговор. Я напомню, что мы обсуждали плацебо, эффект плацебо, его возможности с нашей гостьей Анастасией Викторовна Сарапулова, врач-ревматолог Центра клинической ревматологии Новой больницы, кандидат медицинских наук. Хотелось бы резюмировать нашу беседу, наверное, такой мыслью, что, ребят, вы, самое главное, сами не принимайте решение о лечении, а все-таки обратитесь к специалистам, пусть врачи это сделают за нас. Абсолютно согласна. Даже если врач, значит, плацебо, ну, значит, он уверен, что так оно верно. Анастасия Викторовна, спасибо вам огромное. Мы желаем вам хорошего дня, ну и меньше больных пациентов. Спасибо большое. До новых встреч на нашем эфире. Спасибо.